В 2017 году, наверное, это всё-таки было моё первое знакомство с Германией, когда с друзьями приехали на три месяца на сам Джоб. И я тогда влюбилась в эту страну, в этот город, в Берлин. И с тех пор меня не покидала эта мысль, что я должна вернуться сюда, и что я хочу жить здесь. Тогда я ещё не представляла, каким образом. Но я знала, что я должна вернуться в Грузию, закончить университет. Я так и поступила. И потом первым таким шагом, и, наверное, самым правильным в то время для меня, было приехать с Аупайром, то есть приехать в немецкую семью. Ну, я так и поступила. Дождалась диплома в Грузии, и потом сразу переехала в Германию в одну очень хорошую семью. И это был мой такой первый самый шаг, знакомство поближе уже, знакомство со страной, с культурой, с языком. Если были бы какие-то такие перспективы в Грузии, что меня бы там задержало, наверное, я бы не решилась на это. Но в том-то и дело, что я вот заканчивала университет, и меня очень пугала эта мысль, говорили, что вот сейчас я не знаю, что будет дальше, потому что как раз вот в те годы, наверное, вот лет пять назад, была такая вот проблема активная. Сейчас я уже не знаю, какая ситуация, конкретно не могу об этом говорить, но тогда было такое, что большинство из нас каким-то образом оказывались на каких-то таких работах не по профессии, на малооплачиваемых. И вот эта перспектива, она очень пугала. Даже по профессии, вот я будущим журналистом, по профессии у меня было такое, что я слышала постоянно вокруг меня вот друзья, коллеги, которые начинали тоже этот путь, что они месяцами работали, значит, делали свою стажировку, так скажем, бесплатно это всё, и работали уйма кучу времени, проводили на работе, и потом через много-много месяцев они получали какую-то мизерную зарплату, и это всё очень пугало. Вот это реально, что ты там шесть месяцев делаешь какую-то бесплатную стажировку, потом на какие-то шестьсот лари работаешь ещё года два, потом, может быть, тебе повысит до тысячи лари, и когда ты понимаешь, что вот это всё не для тебя, я всегда такая была, что всегда хотела чего-то больше, чего-то другого. И да, я решила, что я хотела, ну, вообще-то, что была причина не только то, что мне страна понравилась, я хотела европейское образование. Мне всё-таки казалось, что если я ещё и получу европейское образование, что, может быть, у меня будут больше шансов на хорошую работу в Грузии, на хорошую оплачиваемую, то есть, работу в Грузии. И вот поэтому я решила, что не стоит ли мне просто остать, переехать, продолжить учёбу в Европе и набраться опыта, и потом уже вернуться в страну, и, может быть, потом уже претендовать на что-то больше, чем зарплата на шестьсот лари, восемьсот лари. Самое главное, что вот в Германии они очень уважали, кстати, моё время, моё рабочее время, моё свободное время. Никогда не переходили какие-то границы, и это с тех пор, у меня это так идёт, что с тех пор я много где, наверное, работала, и везде такое. Я знаю, где моё время, где заканчивается моё время, и очень уважаю это, и требую это от других тоже, чтобы уважали моё время, моё свободное время и так далее. Если честно, в Грузии тоже можно получить очень хорошее образование. Есть какая-то разница, но я бы не назвала, не сказала, что здесь что-то такое колоссальное. Здесь, наверное, инфраструктура в университетах лучше, и вообще жизнь студента легче, облегчает государство ещё в плане финансов, что тебе не приходится платить за учёбу, не приходится платить за проезд, у тебя хорошая страховка, и везде какие-то, ну, для студентов, в общем, очень-таки хорошие условия в этой стране. Это облегчает здесь быть студентом, и, да, возможность зарабатывать хорошо при всём при этом. Работать только 20 часов – это важный момент. Ты как студент можешь работать только за 20 часов, но ты уже зарабатываешь достаточно хорошо. И в Грузии я помню, что было очень сложно. Я не работала в Грузии параллельно с учёбой, только в последний момент, но я знаю друзей, что было очень сложно совместить, потому что не было такого, что им дозволено было только 20 часов, потому что остальное они должны были учиться. они работали по 8-10 часов в день на маленькую зарплату, и это очень всё сложно было потом вместе с учёбой. Вокруг меня огромное количество грузинских студентов в основном, которые, да, действительно, большинство из них так и хочет, значит, здесь остаться как можно дольше, и уже не представляют свою жизнь в Грузии. И знаешь, такой момент, либо они уезжают сразу, спустя год или два, либо кто переживёт вот этот период, самый сложный, наверное, вот, наверное, что называется адаптацией и там так далее, они уже потом остаются, потому что у меня среди знакомых есть люди, которые сразу вернулись после аупаерства, после чего-то там ещё, а есть, которые уже здесь тоже, как я, лет пять уже здесь живут и ещё знают, что несколько следующих лет здесь останутся. Лично я, наверное, в той меньшинстве, которая всё-таки мечтает в один день вот вернуться в свою страну и там найти хорошую работу, чтобы всё-таки там жить и вот, наверное, уже свой опыт и своё знание применить уже в своей стране. Мне кажется, Грузия сейчас ещё сложнее всего, потому что вот сейчас всё вот так, настолько дорого. Если у тебя нет какого-то сильного такого финансового бэкграунда в Грузии, собственного жилья в столице и так далее, вот очень сложно, когда половина твоей заработанной платы уйдёт там на квартплату и ничего не останется потом на жизнь, то есть на еду и на какие-то повседневные затраты и всё. Конечно, вот это сложно. Я всегда думала для себя, если честно, был бы у меня какой-то, если будет, надеюсь, будет такое финансовое такое положение, что я смогу позволить себе потом жить у себя в стране, то я вернусь. И, наверное, да, меня не запугает, что моя заплата в ларе будет немного отличаться от той, которую я могла бы получить, допустим, здесь. Но сейчас, на сегодняшний день, конечно, я предпочитаю всё ещё оставаться здесь. У меня много незаконченных дел, так что, да, сейчас это такое. Хотя, я не знаю, наверное, сложным моментом будет вот это, к чему я уже привыкла за пять лет, что каждая твоя переработанная минута считается, и в конце месяца тебе это оплачивается. Твоё время уважают. Никто тебе в субботу не позвонит, и если тебе в субботу позвонят, если тебе придётся работать в воскресенье, это двойная оплата в час. Допустим, если ты получаешь 13 евро в воскресенье, это будет 26, и ты сама потом решаешь всё-таки работать в воскресенье или не работать. И, да, выходные для них это святое. Если ты, чем больше ты работаешь, действительно, тем больше ты зарабатываешь. А в груди я постоянно слышу своих друзей, которые работают, допустим, на телевидении, что они там засиживаются до пол первого ночи, чуть ли не каждый день, пока всё не доделают, очень много работы, 10-12 часов в день, то, что в Германии вообще недопустимо, и никто не доплачивает за это. Вот это, наверное, да, очень сложный момент, потому что я теперь уважаю своё время и буду требовать, наверное, это от других. Наверное, это вот сложно. Я не знаю, когда в Грузии такое будет, что после 8 часов тебя будут читать каждую минуту и доплачивать ещё за это. Я не знаю, что должно измениться. В первую очередь, наверное, государство, потому что должна измениться экономическая ситуация в стране в целом. Если вот это не поднимется, не изменится, то людям не будет комфортно находиться в стране, если их постоянно на работе будут обманывать, не давать деньги или кто-то присваивать своих денег, их денег. То есть, если будет вот такая вот ситуация постоянно, то вот это бесконтрольно, что если люди будут работать по 10, 12, 14 часов и получать какие-то мизерные зарплаты, вот это всегда будет отталкивать молодёжь и довольно умную и способную молодёжь, я тебе скажу, которая знает иностранные языки, иначе они не смогут сюда приехать. И действительно, молодёжь, которая могла бы пригодиться в стране, потом покидает страну, потом уже вот я слышала вот в интернете одна предпринимательница молодая предлагала работу 500 лари в месяц и график я посчитала 36 часов в неделю. Я уже по-немецки это всё считаю. Я такая, я была в шоке. 36 часов в неделю, значит, в целом и 500 лари. Я удивляюсь, как люди там живут, как действительно оттуда не бегут, потому что, да, ты здесь много работаешь, чтобы заработать, зато ты можешь себе позволить тут нормально жить. Другое качество жизни, понимаешь? И когда к этому привыкаешь, конечно, конечно, бежишь от страны. Я бы, конечно, мечтала, эта мечта, наверное, моя такая, наверное, что вот в Грузии, чтобы в один день была такая экономическая ситуация, что и страна бы, чтобы так изменилась, чтобы люди говорили, а зачем нам идти туда? Что там такого, чего нет здесь? Потому что вот у нас был с одним немцем такой разговор про Лондон и Берлин. Я восхищаюсь Лондоном. И я говорю, ну, неужели тебе никогда не хотела жить в Лондоне? И он такой говорит, зачем? Что там такого, чего нельзя найти в Берлине? И действительно, несмотря на то, что города разные, понятное дело, культура разная, все-таки они оба такие развитые, такая культурная жизнь в обоих странах, что люди не видят смысла переезжать там из Берлина в Лондон. Так что я желаю, чтобы моя поколение и следующее поколение в Грузии тоже, ну, следующее поколение уже надеются, чтобы в один день смогла сказать, что зачем переезжать куда-то, от Пилиси можно найти и все. Иммиграция – это борьба, это борьба, это борьба за будущее, борьба за лучшую жизнь, борьба с самим собой, с своим внутренним миром, потому что ты должна еще пережить это все, находясь в другой стране, когда ты чужая, и неважно, сколько лет ты здесь пробудешь, ты останешься чужой, главное, как ты к этому привыкнешь, как ты это все используешь, потом свою пользу и так далее, то есть, вот это борьба, для меня это такая борьба чуть ли не за выживание в какой-то момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова